Занятия спортом в третьем детском саду Рязани проходят на свежем воздухе, независимо от погоды и времени года. На случай, если пойдет снег или дождь, есть крытые веранды. Каждый день начинается с зарядки. Обязательно моем ноги прохладной водой и руки до локтя мы тоже моем прохладной водой. Это идет как закаливающая процедура. Ну и, конечно, когда дети после тихого часа встают с кроваток, мы проводим водоросущую гимнастику. В детском саду разработана программа по дополнительному образованию, посвященная экологии. В этом году здесь появилась погодная станция. Когда ее полностью установят, детей научат работать с оборудованием и составлять прогноз. Летом занятия проходят на небольшом огороде. Свои участки есть далеко не у всех, и многие дети не знают, как растут овощи, которые им дают на завтрак, обед или ужин. Это не чесночок, это лук. Он уже, смотрите, дал семена. Идемте все сюда посмотрим, семена лука. Особая гордость детского сада – свой цветник. Цветы высаживают здесь для красоты и чтобы поднять настроение гостям и родителям. Мимо этих клумб они ведут детей в группы. А вот как прошли занятия и какие успехи у ребенка можно узнать, не отходя от компьютера. В детском саду внедряются современные технологии, упрощающие общение воспитателей с родителями. Мы имеем возможность родителям показывать то, чем дети занимаются в группе, общаться с ними в группе. А для детей это компьютерные столы. У нас есть сенсорный компьютерный стол, у нас есть сенсорная доска. У нас у каждого воспитателя есть ноутбуки в группе. И это позволяет поднять воспитательно-образовательную работу на более высокий уровень. Занятия только недавно начались, а в 25-м детском саду уже готовятся к сдаче норм ГТО. Для дошкольников это бег, прыжки с места, наклоны вниз, подъем туловища, бросок набивного мяча. Акцент в учреждении делается на применении здоровья-сберегательных технологий и также психологического здоровья и детей, и сотрудников. В каждой группе создана развивающая среда в соответствии с возрастной категорией. Уже в этом году мы приобрели очень много сенсорных панелей практически в каждую группу. Есть время и для отдыха. В 25-м детском саду родители вместе с воспитателями сделали поляну сказок, куда приводят детей, чтобы они вспомнили любимые сказки и их главных героев. Да, вот она, поверенство! Дина Исляева, Игорь Клотов, телекомпания «Город».